Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых свежих и актуальных новостях нашей страны. Почему Скобеева опустила озаренка на российском ТВ и как это было? Почему диктатор оказался на допросе в КГБ и сколько ждать американских санкций? Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх и поддерживать наш канал репостом. Ну а мы начинаем. Озаренок оказался на ток-шоу у Скобеевой, где ему дали слово и он умудрился там обосраться, пытаясь протолкнуть белорусскую недалекую пропаганду на российском ТВ и Скобеева его тут же пресекла и опустила. Есть такой гауляйтер Литвы Непоседа, он сегодня заявил, что готов разговаривать с режимом Лукашенко. А что за два часа до этого произошло? Министр обороны Виктор Хренин сказал, что у Беларуси уже есть Искандеры. Вот как хорошо, и сразу есть Искандеры, сразу номер Тихановской забывается, сразу президент Лукашенко появляется и так далее. Поэтому в этом направлении надо двигаться. Вы говорите только ту часть цитаты, которая вам симпатична, потому что Науседа заявил, что мы должны разговаривать с кровавым диктатором, без участия Лукашенко невозможно разрешить польско-белорусский кризис. А также, что касается звонка Меркель в адрес Александра Григорьевича, вы же прекрасно понимаете, что Ангела совершенно уважаемый, чудесный, многоопытный политик, но она уже исполняющая обязанности канцлера. А тот человек, который придет к власти 16 декабря, у него фамилия Шольц. Александра Григорьевича, вы не поверите, снова назвал сегодня кровавым диктатором и убийцей. Выглядело это эпично, так как это показывает лицо белорусской пропаганды и как раз таки показывает то, как именно они врут, недоговаривая, недопоказывая, искажая реальность. После интервью в BBC у белорусского народа возникла масса вопросов по отношению к синепалому диктатору, но у лукашистов, силовиков и прислужников диктатора их появилось еще больше. И я точно знаю, о чем я говорю. Буквально сегодня у меня состоялось несколько разговоров с прислужниками диктаторского режима, которые, в общем-то, на нашей стороне. И они все вздрогнули. Все прекрасно увидели в разговоре неадекватного деда то, что он пытается снять с себя ответственность. Он говорит о том, что, в общем-то, выборы он не фальсифицировал, а этим занималась Ермошина. Он не избивал белорусов на улице и не пытал на Окрестина. Этим занимались совершенно другие люди, и он об этом прям не знает. И так он говорил на каждый свой косяк, скидывая с себя ответственность. И у меня появилось эксклюзивное видео с допроса в кабинете КГБ Синепалова диктатора. Предлагаю посмотреть. Лукашенко Александр Григорьевич, 1954 года рождения. Да, это я. Значит, от адвоката отказались. Это не я отказался, а они от меня. Где находились в период времени с 1994 года по сегодняшний день? На посту президента. Как получилось, что вы шесть раз подряд попадали на этот пост? Так этот цик меня постоянно подставлял на эту должность. Лидер этой группировки Ермошина. По кличке Процент. Хорошо. Кто пытал людей на Крестина с августа 20-го по нынешнее время? Ну кто там работал на тех и надо давить? А у меня алиби. Я во дворце все это время был. Посмотрите камеру видеонаблюдения с дакузи и золотого унитаза. Понятно. А кто незаконно задерживал людей, уничтожал журналистику, фонды? Кто-кто? НТТ в пальто. КГК, ГУЖОТЫ, СУДЫ, ПРОКУРАТУРА. Вон их сколько. А я один больный дед. Что мне надо было? Унку на них травить. Отравил. Не помогло. И последний вопрос. Куда делись миллиарды бюджетных денег? Так я этот список из чиновников уже давно скинул кипер партизанам. Могу и вам скинуть. Хорошо. Спасибо вам за сотрудничество со следствием. Спасибо, пулю не остановят. Ты мне защиту свидетеля обещали. Вот вам. Новый паспорт. А американского не было? Нет. Но мы данные изменили. А за роник Владимир Владимирович? Чтобы вам было проще запомнить. Идите. Самолет до Зимбабве уже ждет. Спасибо. Мой друг Мартин Крам с одноименного названия канала Мартин Крам специально для нас записал определенную постанову, которая, в общем-то, заглядывает вперед, как именно это произойдет. Да, действительно, он, скорее всего, свалит со страны, убегит со своими деньгами, которые наворвал у белорусского народа, а все остальные будут отвечать за его действия. И на самом деле мне, допустим, дико обидно, так как я хотел бы спросить именно с диктатора, а не с прислужников. Да, они накосячили, да, они прислуживали диктатору, но я не буду полностью удовлетворен, если будем спрашивать только с одних их. Хотелось бы услышать и мнение самого диктатора. Но, увы, судя по интервью, я теперь отчетливо вижу, что диктатор точно убегит и кинет всех, кто ему прислуживал. В общем-то, силовики вструхнулись, лукашисты вструхнулись, всех испугались. И есть чего бояться. Ну и хороших новостей нам в ленту. Белорусские демократические силы получат право голоса на саммите Восточного партнерства. Об этом сообщил глава МИД Германии. По его словам, так как любая деятельность изнутри Беларуси становится практически невозможной, Германия и ЕС должны работать с теми, кто находится в изгнании. Он также рассказал, что сейчас Германия присматривает свой план действий для белорусского гражданского общества. Стоимостью 21 миллион евро. А Европейская комиссия предоставила пакет экономической поддержки в размере 3 миллиардов евро для будущей демократической Беларуси и ее общества. И тут важно заметить одно, очень важное, что наша страна находится в глубочайшем кризисе, но есть страны, которые готовы стимулировать нашу экономику, дабы мы не упали в ту самую яму, с которой будем выбираться. Это говорит о том, что нам будет немного проще двигаться вперед. А то, что будет требовать с нас Европа за то, что дает деньги, это спокойного, адекватного, демократического соседа. Я думаю, что ни один белорус не будет против законности в нашей стране. Также, как вы понимаете, Россия также вынуждена будет общаться с Беларусью. С демократической Беларусью, но вынуждена будет общаться. Военные продолжают пытаться переправить нелегальных иммигрантов на границу с Польшей. Но это уже не в таких масштабах, так как, понятно, диктатора посадили на жопу. Но задается вопрос, почему продолжают нелегальные иммигранты проходить эту самую территорию? Да все очень просто. Военные зарабатывают бабки. В прямом смысле этого слова. Диктатор на BBC сказал, что может быть кто-то и помогает, но разбираться я в этом не буду. Тем самым дал прямой посыл, что военные и прислужники диктаторского режима могут подзаработать на нелегальных мигрантах. Это же не на шаурме вам зарабатывать копейки. Так перевел через границу пару косарей в карман. Несколько дней послужил диктаторскому режиму. Можно и автомобиль купить. Ну а как живут нелегальные иммигранты в Беларуси, я вам покажу. Вот это картина утра. Белорусского утра со снегом. В общем-то наши гости, туристы, этого снега видели два раза в жизни. Теперь им придется жить с этим снегом. А это только начало. И как вы понимаете, чем ближе к зиме, тем сложнее нелегальным мигрантам. Тем больше вероятности того, что они будут возвращаться домой. Вопрос только в том, пустит ли диктатор их назад или нет. Для меня ответ очевиден. Что думаете вы по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Это очень важная тема. Диктатор привез людей непонятно куда, непонятно для каких целей, для людей. И эксплуатирует их. В то время рассказывая о том, что он их жалеет. Такая правда реальность. Вашингтон готовит новые санкции против режима синепалого диктатора. Но и тут уже стало ясно, что Европа и демократические силы совместно с Америкой не остановятся в давлении над синепалым старым дедом. Ему придется все же ответить за то, что он делает. В общем-то это будет либо на острове, как я говорил вам в начале, либо будет в Гаагском суде. Но в любом случае отвечать он будет. И вопрос, как именно он будет отвечать, зависит не только от нас, белорусского народа, но и от прислужников диктаторского режима. Если вы готовы взять на себя всю ответственность за деяние синепалого, welcome, двигайтесь в том же направлении. Если вы не хотите нести полную, всецелую ответственность за то, что вы делали, пора сливать этого старика. И вам проще, и белорусскому народу легче, да и всей стране лучше. Ну а пропагандисты, белорусские пропагандисты, продолжают удивлять здравый смысл. В общем-то один из пропагандонов сказал, что санкции принесли несколько миллиардов долларов нашей с вами стране. И тут у меня сразу пять вопросов. Но задам я несколько. Первый. Если санкции так хороши для белорусской экономики, зачем создавалось законодательство о запрете призыва к санкциям? То есть Лукашенко в таком случае против страны? Против экономики? Или я чего-то не понимаю? Ну и вопрос номер два. Если эти санкции такие прекрасные, зачем Синепал и диктатор на коленях упрашивал Меркель отменить эти самые санкции? Ну, с легитимностью его все понятно. Но с санкциями тут просто смешно, особенно в данный момент. И они продолжают говорить. Вот скажите, что у него в голове? Ну, кроме маргарина. Министерство обороны Беларуси заявило о том, что НАТО прекратило все отношения с Беларусью. Хотя, в общем-то, насколько я знаю, их и не было никогда, так как Беларусь состояла в союзе с Россией и ОДКБ. И, насколько мне известно, учения проводились не с НАТО, а с Россией. Но тут вопрос не в этом. Самая главная информация в данной новости это то, что лукашисты из Министерства обороны заявили то, что Европу, Литву, Латвию, Польшу приучают к той мысли, что война неизбежна. Насколько мне известно и насколько я шарю интернет и зарубежные СМИ, о войне говорят только лукашисты. Лукашенко и его прислужники. Вот смотрите, как интересно получается. Просто говорят. Без оснований. Без зацепок. Просто говорят. Есть у кого учиться. Журналист BBC рассказал, что после интервью с синепалым диктатором его привели в кабинет, где были белорусские пропагандисты. И те пытались, в общем-то, узнать у журналистов, считает ли он себя жертвой польских силовиков. Мне кажется, или это на самом деле так, их чем-то кормят. Кормят или колят, или поят, я не знаю. Не может здравый человек вести такую политику. Невозможно. Вот невозможно так себя вести. Какой бы ты ни был пропитанный пропагандой человек, ты должен осознавать, где белое, а где черное. Ты можешь заблуждаться, ты можешь недопонимать, ты можешь сам себя убеждать. Но нельзя говорить на белое-черное, на черное-белое и верить в это. Но судя по тому, что пропагандисты задают такие вопросы журналисту Би-Би-Си, но это просто дичь. Подписывайтесь на канал, распространяйте наши ролики среди знакомых и друзей, это очень важно. Друзья, я планирую до декабря месяца, до 5 декабря, до своего дня рождения, добраться до отметки в 200 тысяч подписчиков, тем самым сделать себе подарок. Если вы мне в этом поможете, я буду вам крайне благодарен. Также вы мне очень сильно поможете, если будете поддерживать политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень и очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь и это были свежие, реальные и актуальные новости от канала Реальная Беларусь специально для вас.